Авторы обращения отмечают, что намеченные поправки ставят под угрозу как само существование частных школ, созданных по общественной инициативе, так и принцип разнообразия в сфере образования в Эстонии. Подписавшиеся под обращением деятели культуры и общественности подчеркивают, что частные школы играют особую роль в образовании и возможности выбора родителей. Отдать своего ребенка в школу для детей с особыми потребностями, религиозным или языковым уклоном – это выбор родителей, а в отдельных случаях и необходимость – там учатся те дети, которые по той или иной причине не подошли для обычной школы. И поэтому в обращении опровергается распространенный миф о том, будто частные школы созданы для элиты, и учатся там исключительно дети богатых и знаменитых. Мы призываем еще раз взвесить все «за» и «против» и не принимать быстрых решений, изменить которые и исправить последствия. Потом будет очень сложно. Частные школы вовсе не роскошь, мы понимаем, что очень остро стоит вопрос финансирования, но многие дети попросту не могут ходить в обычную школу. И это вовсе не прихоть родителей. Если же мы посмотрим на семьи, где несколько детей, то для них повышение платы за частные школы просто неподъемное. Среди подписавших обращения – композиторы, актеры, певцы, поэты, писатели, ученые и доктора наук. Все те, кто играет не последнюю роль в культурной и научной жизни нашей страны. Вице-спикер Риги Когу, который принимал сегодня письмо, отметил, что активность граждан страны и их активное участие в политической жизни всегда приветствуется. И данное письмо ни в коем случае не пройдет мимо внимания парламентариев. Несомненно, данное обращение дойдет до парламентариев и кабинета министров. И мы учтем мнения, представленные подписавшимися. Нам хочется верить, что мы найдем решение вопроса с частными школами, которая удовлетворит все стороны. Представитель оппозиции от Центрической партии на сегодняшней встрече Майлис Рэпс также отметила, что, возможно, данное письмо внесет весомый вклад в идею отмены поправок. Мы говорим где-то 3-4% учеников. Процентами это очень мало, и с деньгами образования это маленький-маленький процент. Но это вопрос выбора. И мы хотели, что родители могли выбирать. И это был вопрос только для родителей. И сейчас решать, что это дали надо платить, или самоуправление надо платить, это, конечно, невозможно. Политик также отметил, что на данный момент реформисты и социал-демократы поддерживают реализацию поправок к закону. И, возможно, данное обращение заставит их изменить свое решение. Или хотя бы задуматься об этом. Ведь последствия принятия скоропалительных решений порой очень сложно или даже невозможно исправить, тем более, когда речь идет об образовании.